ну что приступим что изменил декрет номер один по криптовалютам в республике беларусь 20 марта был опубликован директ президента республики беларусь номер один об изменении декретов президента республики беларусь далее мы будем называть его просто декрет он изменил два нормативных акта из тех что касается резидентов парка высоких технологий я буду дальше говорить просто pvt парк высоких технологий о том как правки в декрете повлияют на крипто сферу в беларуси и стоит ли переживать крипто энтузиастам разбираемся с юристами крипто бирже free to x в этом материале давайте разбираться для чего же нужны были эти правки изменения в декрете по мнению экспертов стали очередным шагом в беларуси в борьбе с отмыванием денег несмотря на то что создание биткойна сатоши мечтал подарить миру валюту которая не станет интересом государственных банков и будет защищена от взломов и кражи и также она еще будет децентрализированной но как это часто бывает благие намерения становятся лазейкой для тех кто хочет скрыть природу своих доходов со временем объемы транзакций выросли а с ними и бесконтрольная потенциальная незаконная передача токенов казалось бы что такого но на первый взгляд отличная возможность для обычных пользователей стала лазейкой для террористов и тех кто использует крипту в незаконных целях государство борется с подобными операциями и постоянно модернизирует законодательство в той или иной сфере а почему государство с этим борется но это отдельная тема для ролика продолжаем цель декрета номер один исправить проблемы регулирования блокчейна и криптовалют в республике в части борьбы с отмывания денег его задача сделать легализацию преступных доходов беларуси невозможной или крайне затруднительной что изменилось несоблюдение закона о предотвращении легализации доходов полученных преступным путем стало основанием для лишения статуса резидента парка высоких технологий давайте приведем пример чтобы было наглядно и понятно допустим на результате проверки администрации парка высоких технологий было обнаружено что среди клиентов криптобиржи есть юридические или физические лица резиденты стран из черного списка которые не выполняют рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег не участвует международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов полученных преступным путем финансирование террористической деятельности и финансирование распространения оружия массового поражения сука осталось только еще обвинение в геноциде приписать так вот администрация пвт выносит предписание об устранении выявленных нарушений в случае если криптобиржа проигнорирует предписание то пвт примет решение о прекращении договора в условиях деятельности парке высоких технологий вы дорогой друг заметили что обвинение вышеперечисленные были направлены против человечества прямо как у гитлера наказание какое заметили случае если криптобиржа проигнорирует предписание то пвт примет решение о прекращении договора об условиях деятельности все больше ничего то есть последствий 0 в новой редакции декрета прямо указано что приобретение и отчуждение обмен токеном возможен только в соответствии с расположением и положением декрета о его положении прямо указывают на такую возможность исключительно через операторов крипто платформ какое-то словоблудие получилось но продолжаем дальше в остальных же случаях это незаконная предпринимательская деятельность караемая штрафом резиденты пвт вправе утверждать собственные критерии подозрительных финансовых операций обрати внимание подчеркиваю собственные критерии то есть критерии может относиться если у тебя из пол биткойна то ты должен внести 20 процентов счет парка высоких технологий но это так это я утрирую конечно но продолжаем крипто бирже президенты парка высоких технологий могут самостоятельно разрабатывать дополнительные критерии подозрительности финансовых операций при этом пользователи которые совершают операции с цифровыми активами через резидентов пвт гарантируют себе работу на легальной площадке выбирая в качестве партнера зарубежной организации белорусской крипто энтузиасты полностью берут на себя ответственность за все операции и открою вам секрет дорогие мои вы всегда несете ответственность за свои деньги вы только вы никто более того если вы занесли деньги в парк высоких технологий или какую-то либо биржу или просто в банк то это ваше решение и соответственно потери или затрат или или наоборот успех денежной какой-то операции будет лежать именно на ваших плечах так вот поправка также определила срок за который крипто биржа должна определиться с ответом при остановке подозрительных финансовых операций это не более трех дней более того она обязана информировать клиента результате проверки подозрительных финансовых операций токены официально признаны средствами суть этого изменения в том что до этого необходимо было контролировать финансовые операции с учетом белорусских рублей или иностранной валюты операции исключительно с токенами не подпадали под предмет регулирования законодательства по борьбе с отмыванием денег такое положение дел было лазейкой для недобросовестного использования токенов и криптовалют была ли кому-то польза от этого пробела в законодательстве нам оценить сложно но мы считаем что изменение этого пункта уравняют операции с токенами по аналогии с операциями с белорусскими рублями и иностранными валютами то есть между требованием контролю финансовых операций с токенами и криптовалютами с одной стороны и белорусскими валютами то есть рублями долларами и евро равенство в контроле здесь везде как в принципе и во всех остальных со тех которые я засчитывал все хотят контроль 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 но бля ребята но скриптовалюта это не получится я знаю что они очень сильно хотят я знаю что не только беларусь не только россия все остальные страны тоже этого очень сильно хотят но это будем так говорить это не просто. Кстати, кроме Беларуси выпускают и в совершенственную криптозаконодательную сферу и другие страны мира. Среди них Россия в 2021 году, Эстония в 2017, Сингапур в 2014, Новая Зеландия, которая и вовсе разрешила платить зарплату в крипте с 2019 года. Можно ли торговать на иностранных площадках, в том числе на P2P? Ответ на этот вопрос различается в зависимости от того, как его задает. Если физическое лицо и в личных целях, то да. То есть для таких, как я, площадь открыта. В декретии закреплено право физических лиц владеть, хранить, майнить, менять и приобретать за белорусские рубли иностранную валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать токены. Если этот вопрос задает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то ответ нет, только через партнеров криптоплатформы. Во как. Продолжаем. Зачастую начинающие криптоинвесторы терпят потери из-за того, что ориентируются на неконкурентную информацию и слухи в интернете. Портал MyFin и регулируемая криптобиржа Free2X запустила данную серию публикаций, чтобы размещать мифы и объяснять основные концепции криптомира понятным для тебя и меня языком. Не пропустите следующую статью. Тра-та-та. Реклама пошла. Free2FX, которая тоже парка высоких технологий. В общем, самая лучшая биржа и все такое-такое. Ну, как и все они себя оппозиционируют. Так вот, деятельность, связанная со сделками, с операциями токенами, связана с высоким уровнем риска полной потери денежных средств и иных объектов гражданских прав. Точка я бы поставил. Все, пиздец. Правовое регулирование сделок с токенами не имеет единообразного подхода. И последствия совершения таких сделок могут иметь разную правовую оценку в различных государствах. Совершенно верно, ребята. Разная правовая оценка в различных государствах. Так вот, данная статья не является консультацией или руководством, а создана в качестве информационного просветительского материала. Я бы сказал, это была даже немножко пропагандистская статья. Именно статья пропаганда, которую я вам и засчитал. Называется она очень просто. Что изменит декрет номер один по криптовалютам Республики Беларусь? В принципе, все эти статьи ведут только к одному. Регулирование. Зарегулирование. В то время как сама криптовалюта была предназначена как децентрализованная. Но так как вся эта неконтролируемая хрень, система государства и власти пытаются всячески это зарегулировать хотя бы на добровольной основе. Надо тебе это или не надо? Принимай решение сам. Смысл ты понял.